Привет, друзья! Сегодня у нас не будет обзора, но будут многие другие моменты, которые мне хотелось бы проговорить, так как я уже неделю, наверное, не снимал видео и есть о чем рассказать. Я до этого уже упоминал, что у нас скоро начнется сезон и у нас будет меньше возможности снимать обзоры, сборки и все остальное, так как мы будем постоянно находиться в работе. Так и произошло и началось все это с этих выходных. 8 марта была просто нереальная погода. Я даже где-то по новостям увидел, что 8 марта в этом году была самая теплая за все время Мэтто Спостереджи. Главная тема сегодняшнего дня будет велосипед, который я себе не успел купить, но вот сейчас хочу купить. Может быть получится и расскажу, почему у меня не вышло его себе забрать, который я хотел и сейчас буду выбирать из того, что осталось. Также хотелось бы сразу проговорить момент, который возможно многих будет интересовать, почему я ничего не снимал на выставке и вообще был ли я там. Дело в том, что я там был первый день даже практически полностью в пятницу, но там было еще мало людей и я в основном так пробежался. В общем, был в рабочих своих моментах, мне было, честно говоря, не до съемок. Это был первый момент. Второй момент это в основном то, что я там видел. Мы видели уже на Евробайке. Много из этого мы уже и так собирали, пробовали. И я не особо видел много смысла еще раз уже какой-то там десятый об этом снимать и говорить. Есть системы, которые меня интересуют, но они там не были представлены. Они в принципе еще нигде не были представлены. Возможно, мы их увидим на Евробайке в этом году и, наверное, там у меня будет больше энтузиазма что-либо снимать. Потому что сейчас энтузиазма не было и есть такое выражение, не хочешь в туалет, не мучай задницу. И вот я решил не делать там ничего такого, чего бы мне не вдохновительно было бы, чтобы об этом рассказать, показать. А в принципе, вот я такого там ничего не заметил. Ну и последний момент это то, что в тот теплый момент как раз начался поток людей и я находился в магазине, работал. Я пытался вырваться на выставку и чуть-чуть расстроился, что у меня не получается и по времени, и тем более уж поснимать что-то. Не говоря уже о том, чтобы у меня возникла вообще даже идея о том, что именно я там хотел бы снимать. Но спасибо вам, потому что многие из вас, не знаю, может почувствовали это, но многие приезжали с выставки сюда в магазин и поднимали мне настроение. Поэтому выходные прошли прикольно, видео с выставки не будет, но все было круто, мне понравилось. Ну а теперь перейдем к моменту, почему я себе не могу выбрать вел. Вот вы видите, что их очень много, но проблема не в том, что их очень много и я не знаю, что из этого выбрать. Проблема в другом, я до этого уже говорил, что я хочу себе гравил, в принципе я его выбрал, заказал, он скоро приедет, но я еще не уверен, что я буду на нем кататься. Я очень много спрашивал, общался и на выставке в том числе с людьми, которые катаются и в том числе на гравилах. Мой формат катания подразумевает все-таки больше езда по лесу, по пересеченке, по городу, именно по бровкам, прыжки какие-то, финты, еще что-то. В общем, я не езжу по дорогам, я не езжу по дорогам вообще, мне очень страшно ездить по дорогам, где ездят автомобили. Я себе развалил как-то селезенку, мне зашивали, колено там себе выворачивал, это было на велосипеде, мне не обидно, что так произошло. Но если бы меня сбила машина, это было бы очень обидно, а я вижу на дорогах огромную вероятность того, что это может произойти. И поэтому я не хочу ездить по дорогам вообще, я всегда езжу везде, кроме дорог. А везде, кроме дорог, и в том числе и в Киеве, это подразумевает все-таки езду на кросс-контре, на велосипеде. Мне, в принципе, и на двухподвесе классно, но на двухподвесе, как я и говорил, я не могу, допустим, проехать сотню за день. А мне хотелось бы вот примерно сотню где-то за день, ну ладно, может 70 хотя бы. Но так, чтобы вот не напряжно с утречка вместо зарядки можно было прокатиться и подышать свежим воздухом. На подвесе это будет очень сложно. Поэтому первый вел, который мне сейчас нужно взять, это кросс-контрейный вел. И, возможно, потом гревел. Есть еще один очень важный момент, на гревел было бы сложно перейти. То есть это в любом случае контакты, то есть я не совсем представляю, как на платформах я бы на нем там ездил. И в любом случае уже другая форма. Я не говорю, что надо было брить бы ноги, но, в принципе, это чуть-чуть уже другой формат. И шлем другой нужно было. Я бы не знаю, как смотрелся бы в своем роме, например, на гравель. Это было бы очень странно. Но, в принципе, это все не помеха. Основной момент такой, что когда я катаюсь по городу, я в день, ну, делаю примерно 50 банихопов только на бровку. То есть с тротуара, на тротуар, там перепрыгнуть, запрыгнуть. Но я вообще не представляю, как я это буду делать на этом руле, на гравеле. Когда они приедут, я, конечно, возьму, попробую чуть-чуть. То есть этот момент еще будет. Если мне сильно понравится, то я его себе оставлю, как еще третий велосипед или продам контрейный. В общем, вот как-то так. Ну, а теперь переходим к моменту, почему я себе не могу купить тот велосипед, который я хотел изначально. Изначально у меня было два варианта велика, которые я хочу взять из того, что сейчас вот здесь представлено. То, что без проблем, но можно просто взять и собрать. Но дело в том, что пока я пилил обзоры, пока мы собирали, я снимал видео, мы всем этим радовались. Здесь кто-то, кто-то просто покупал эти велосипеды. И в конечном итоге, те модели, которые действительно интересные, они уже позаканчивались. Во всяком случае, в размере L, который вот самый популярный, который мне подходит. И с одной стороны, это, конечно, радует, потому что люди понимают, что хорошо, уже во всем разбираются и покупают себе действительно классные велосипеды. С другой стороны, я остался без велосипеда. Первый вел, который я себе очень хотел, это Merida NX Edition. Мы собирали ее, я ее увидел на обзоре. Мы собирали M-ку, правда, тогда. В общем, она мне очень понравилась. Это алюминиевая Merida. У нее цена примерно 1400 долларов. Она на NX, она уже с правильными ручками тормозными, короткими. В общем, все в ней хорошо. 12 килограмм веса вообще замечательно. И цена у нее на порядок ниже, чем у карбона. Я карбон просто вообще не рассматривал, просто из-за цены. В принципе, мой предел, ну вот, который я бы хотел выделить, это где-то там 1000 долларов. Это получается 1400 почти. То есть, она дороже, но она мне очень понравилась. И вот этот цвет просто нереально красивый у нее. Но в конечном итоге ее не оказалось. То есть, ее нету в размере L, я не могу ее купить. Она есть в сером цвете, но серый мне вообще не нравится. Конечно, может, многим это покажется смешно, но я не хочу ездить на велосипеде, цвет которого мне не нравится. И тут остается второй вариант, который альтернативный. Мы этот велосипед еще даже не успели собрать. Мне все писали о нем в комментариях. Я теперь понял, почему вы мне о нем писали. Потому что это крутой вел, который надо было бы собрать, показать. И мы это еще сделаем. Но проблема в том, что пока вы мне писали, пока я еще не успел его снять, их тоже разгребли в размере L, их уже не осталось. Это Merida Big Nine Limited. Которая вот в таком вот цвете. Она мне очень нравится цветом. И она не на NX, она на Shimano SLX, но она дешевле. Она входит в мой диапазон, который я могу позволить. Это 1000 долларов. И мне эта цена очень даже нравится. Все круто, все отлично. Кроме того, что их не осталось в эльках. Единственный момент, который меня там не устраивает, это тормоза с этими короткими ручками. И я вот, я не поклонник того, чтобы что-то менять там на велосипеде новом и так далее. Но я поменял бы там сразу тормоза. И даже вот с этой Merida вот можно снять их и поставить туда, а те там кому-то продам. Ты сказал, что тебя смущают короткие ручки, а не длинные. Да? Да. Саша меня поправил. Классно, когда есть кто-то, кто может сразу поправить, а не потом уже. В комментариях. А не потом уже в комментариях. В общем, меня смущают длинные ручки, я себе хочу короткие. И я готов на этом велосипеде сразу на новом поменять тормоза на такие, которые тоже поставлю Shimano. Просто не MT200, а MT500. Но основная незадача то, что его нет. Сейчас у нас здесь будет М-ка. Мы ее позже, вы увидите обзор, мы ее будем собирать. И эти велосипеды, они уже поприезжали под заказ. Но еще есть такая вероятность, что не все это будут забирать. Если вдруг не заберут, то я уже договорился в Украине, в другом городе. Есть один, остался в размере L-ки Limited. Вот такой вот. И если вдруг у меня останется M-ка, мы просто обменяемся размерами. И тогда у меня будет этот велосипед. Это будет очень круто. Самый крайний случай, но я на него пока не согласен, это взять вот этот NX в сером цвете, в L-ке. И то, если его не заберут после того, как, например, выйдет это видео. Потому что я его еще не забронировал. Ну и последний момент, это многие могут спросить, почему я не беру себе трек. Мой любимый бренд, который, на котором я катаюсь на двухподвесе. Ответ здесь один. Я хотел изначально взять Marlin 7. Он очень мне нравится, но у него RockShox стоит. Это тоже хорошо. Но он не воздушный. То есть, это маленький такой вот минус. И там оборудование все вот попроще. Я все-таки хотел бы что-то по высшим уровнем. А что-то по высшим уровнем, контрийное, под меня. Во всяком случае, его здесь нет. Я его провтыкал заказать. Это ProCaliber, может быть. Вот что-то такое интересненькое. Я его провтыкал заказать. Я об этом не думал. Его надо было наперед за полгода, как я этот Remedy себе заказывал. И я этого не сделал. Поэтому вот такого велосипеда сейчас здесь вот прям такого, чтобы стояло, его нету. Я не могу его купить. На следующий год, может быть, закажу. Мы их потестим летом, если что. И, возможно, я потом сделаю предзаказ на следующий год. Есть еще один момент. У Merida, которая вот мне нравится. Вес 12 килограмм. У Marlin, опять же-таки взять, вот если Marlin, да, 7-й. У него вес будет 14,5. Это огромная разница. Потому что мы очень часто вкладываем много-много денег для того, чтобы велосипед облегчить хотя бы на килограмм. Да мы даже за 300 грамм иногда тут воюем и боремся, чтобы что-то там сделать дороже, но так, чтобы оно весело меньше. И, в общем, 12 и 14,5 это просто огромнейшая разница. И еще один очень важный момент. Это я хочу себе взять хороший велосипед. Вот такой контрийный, такой уровень, чтобы был вот на 29-х колесах еще раз сезон отъездить и точно понять, все-таки да или нет. Если нет и это будет окончательное нет, то я на следующий год по предзаказу уже тоже себе буду наперед заказывать что-то такого же уровня. Допустим, что-то хорошенькое, но уже возможно на других колесах. Потому что в прошлом году я еще не уверен, что мне 29-х даже на контрийном велике нормально зашли. Но это был простой велосипед, на котором я в основном только по прямой катался. То есть я на нем не мог сильно раздавать. На этом же я планирую нормально раздавать. Я думаю, будет проще понять его возможность. Так как Антопель показал мне на Дорогожичи, на своем контрийном, на 29-х, что можно позволять себе много. Ему понравилось. И все-таки этот момент, он как бы вот так вот остался у меня. Я хотел бы все это хорошо так проверить. Насколько вы понимаете, у нас впереди будет еще много обзоров. Я не уверен, что мы сможем снимать саму сборку. Так как у нас мало времени. И нам даже вот это все желательно сегодня за один день собрать. То есть вы понимаете, что снимать это сложно. И буду по максимуму стараться хотя бы показывать то, что уже будет собрано. И то, что еще будет здесь стоять. Рад был всех встретить и увидеть на выставке. Сейчас просматриваю постоянно в фейсбуке оттуда фотографии. Очень классно, очень светлые лица. Спасибо огромное тем фотографам, которые делали все эти фотки. И кого я не встретил, простите. Мы еще, думаю, не раз увидимся и в Карпатах, и на каких-то соревнованиях, мероприятиях. Ну и как вы понимаете, сюда всегда можно приехать, увидеть меня и вот этот волшебный потолок. Спасибо вам, друзья, за просмотр и до скорых встреч.